друзья всем привет с вами александр вы на канале минер сегодня мы говорим про спексе а точнее про классы кроме того что у нас есть разные виды роботов типа sp и x и y у каждого робота есть 40 уровней ну а у робота последней модели y уровней вообще бесконечно но также у наших роботов есть и классы классы нам нужны для выполнения квестов есть квесты командные есть квесты соло в общем-то об этом сегодня и поговорим но в конце этого видео я вам также скажу последнюю информацию по поводу срока выхода самой игры уже в мейннете релиз игры близится с каждым днем и чтобы во всем разобраться ребята обязательно посмотрите на канале есть отдельный плейлист по поводу спексе в нем уже 6 видео сегодня добавится туда 7 видео так что ознакомьтесь там я довольно детально разобрал все аспекты игры сколько заработать можно как прокачивать цену роботов артефакты в общем-то разобрал абсолютно все ссылку на все видео вы также сможете найти в этом файле ссылка на которые есть под каждым видео как видите здесь есть 6 видео сегодня я добавлю сюда седьмое видео которое называется класс рода ну собственно говоря то видео которое вы смотрите если вся информация по моделям роботов по доходности по прокачке так что милости прошу ознакомьтесь само приложение находится уже в открытом бета-тесте уже где-то месяц и вы можете его как скачать apk файлом сайта разработчиков таки установить с apple store и google play маркета обращаю ваше внимание что приложение им переименовалась помрачено назывался 4 файнерс или а4 вала сейчас она называется вот так вот а4 косая спексе две точки криптовалюты и веб и как видите скачивание ну по крайней мере в гугле не так уж много 10000 так что ребята мы в общем-то в первых рядах класс персонажа определяет его умение и направления развития класс роботу присвоится автоматически при старте второй фазы игры ну вторая фаза это именно релизная версия и уже в дальнейшем мы сможем прокачивать и улучшать наши характеристики и зависимости от того какие характеристики у нашего робота их всего 5 такой класс роботов нам в общем-то и присвоят перед собой вы видите робота модели с у которого 5 характеристик это сила выносливость броня исцеление и критический удар это характеристики и этими характеристиками определяется 5 классов наших роботов первый класс это класс воина я бы его основной характеристике у него будет сила для выносливости наверное будет это класс маги броня это естественно будут танки исцеление это класс хиллеры и критический удар возможно класс бафера но это чисто лично мое такое вот сопоставление как я для себя решил разработчики нам говорят что каждому роботу который выполнил хотя бы одно задание в первой фазе то есть в бета-тесте будет присвоен класс либо хиллер либо танк либо бафер либо маг либо воин а теперь давайте пробежимся собственно говоря по характеристикам этих класс на телетайпе есть статья которая таком что и называется классы роботов первый класс это у нас хиллеру так выглядит по крайней мере на данный момент нарисован этот робот напоминаю что каждый уровень каждого класса робота имеет уникальный вид ну и как я сказал у нас будут как командные бои так и соло квесты хиллер имеет слабый удар мало защиты но сильно прокачан навык исцеления себя и команды в общем-то все классические следующий это у нас бафер который логично что будет полезен для командных боев потому что он может накладывать баф защиты и может бустить критический урон он имеет среднюю силу удара среднюю степень защиты и может улучшать атаку защиты нашей команды но выглядит он так по-грозному как будто бы это какой-то прям танк но в глядя на танка мы понимаем что бафер все-таки был не танком да но это персонаж да у которого дофига здоровья и дофига брони но при этом все остальное у него общем-то слабенькая ну как тогда странно да что у танка слабый удар такого такой громилы и слабый удар но в общем то это все вполне себе по канону так выглядит воин выглядит он в общем-то круто самый активный боевой персонаж у него максимальная характеристика это сила а также критический урон но при этом слабая броня и небольшой запас здоровья также у нас есть такой персонаж как маг который будет полезен в командных боях но насколько будет им удобно играть в соло сражениях выполняет соло квест это как бы спорный вопрос у него слабая сила удара средняя степень защиты и при помощи заклинаний он может обезоружить и обездвижить противника понятное дело что сейчас мы не можем судить какой класс будет лучше какой хуже скорее всего там будет какие-то несколько персонаж которые будут до лучше чем остальные какие-то будет хуже но это мы уже узнаем как выпустится игра во вторую фазу то есть в релиз ну и характеристики робота до будут определяться моделью нашего робота его классом уровнем наличием артефактов да мы не забываем что у нас есть еще и артефакты о чем я снимал отдельное видео и его характеристиками которых 5 как я вам показал но все это в сумме и будет определять крутость нашего робота ну и как пишут нам разработчики что сплоченность команды пригодится нам во второй фазе игры когда мы будем сражаться кланами за захват их земель так что присоединяйся к нашей мета команде использую вот этот вот код 4 htos 6 чтобы стать частью нашей команды быть в команде это априори выгоднее чем оставаться в соло также напоминаю вам ребята что всегда надежно храните свою сид фразу давайте покажу вам как ее получить то есть вы можете устанавливать игру удалять игру обновлять ее поскольку игра у нас монтирована в веб кошелек то все у нас и привязано к сид фразе чтобы получить свою сид фразу нажимаем меню нажимаем вернуться в кошелек да ok выходим заходим в настройки в раздел безопасность и вот здесь вот есть меню секретная фраза для восстановления обязательно ее себе запишите и не теряйте так вы сможете ее легко установить вот как на эмуляторе как я сейчас делаю так и перенести там установить ее на любой свой новый девайс но если видео вам было полезно ставьте лайк вступайте в мета команду пользуйтесь плейлистом и файликом где собрана вся полезная информация до скорых встреч и чуть же не забыл сказать с вероятностью 90 процентов запуск у нас будет в начале марта